Следующая проблема, о которой они говорят, это каналы или туннели информации. Они рассказывают, как работают алгоритмы социальных сетей с тем, чтобы удерживать постоянно ваше внимание, потому что ту информацию, которую вы получаете, это эксклюзивно ваша информация. Если вы два похожих друг на друга человека сидите со своими смартфонами и прокручиваете ленту новостей в Фейсбуке, вы видите разную ленту новостей, потому что алгоритмы учитывают очень большое количество ваших нюансов, особенностей с точки зрения, где вы дольше задержались, потому что алгоритмы считают, сколько времени вы проводите на каком-то посте, картинке и так далее. Что вы лайкаете, что не лайкаете, что репостите, что не репостите и так далее. Значит, соответственно, они подбирают индивидуальный контент, и получается, что все люди существуют в рамках своего собственного индивидуального информационного пространства. То, о чем я говорю все время, что нас объединяет общее информационное пространство. Если мы с вами, как бы у нас есть одни мемы в голове, одни и те же, да, то нам есть о чем разговаривать. Как только у нас разные мемы в голове, нам очень сложно разговаривать. Раньше было неприлично, когда тебе говорят, ты читал вот того-то? И люди, если они не читали, они говорят, что читал, потому что было неприлично. Ну, то есть, понятно, что есть вот некий набор вещей, которые ты должен знать, прочитать и так далее. Сейчас, если вас спрашивают, а ты вот читал, а ты смотрел, нет, это что? Почему? Потому что уже нету требований к тому, чтобы вы знали общий набор мемов в рамках вашей культуры. Поэтому, например, нету анекдотов, да, потому что такое анекдоты, это когда вы рассказываете историю в понятном всем контексте. Чапаев с Петькой, там, это надо знать про Чапаева и Петьку, вот, про Штирлица надо знать про Штирлица, немец, русский и что-то там, американец или кто-то там, англичанин. Вот, нужно тоже понимать, что в данном обществе, обществе понимается под данными мемами, да, какой он, вот этот вот собирательный образ немца. У вас нету собирательного образа немца. У вас у всех свои образы немца, вот, и вы можете, конечно, находиться в полной уверенности, что остальные думают так же, но это хороший признак, в общем, нашего аутизма такого. Да, значит, соответственно, и нету анекдотов, потому что нету общего информационного пространства. То, что рассказывают авторы фильма на Нетфликсе, они очень четко аргументируют, каким образом создаются эти индивидуальные каналы восприятия, которые в результате приводят. Это существенная вещь, ее тоже, сейчас я к ней вернусь, значит, это называется радикализация. Ну, у нас в стране вообще политический дискурс не особенно структурирован, да, но если вы посмотрите Соединенные Штаты, то там политический дискурс очень поляризован, он очень понятен. То есть, если я говорю республиканец, я не говорю, это вот, там есть Трамп, и как у нас выбирают этих, как его, на любых выборах, там, программу никто не читает никогда, ну, приятный человек, можно доверять, неприятный, не надо. Вот, наши люди, не наши, вот, да, значит, а там есть набор установок, да, причем эти установки настолько сильно интегрированы, что в специальных исследованиях показано, что они идентифицируются с чувством личности, с чувством собственной безопасности. Поэтому, когда вы начинаете политические вопросы с кем-либо обсуждать, значит, это вызывает немотивированную агрессию, потому что есть ощущение у человека, что нападают на него лично, хотя на самом деле, в общем, обсуждаются какие-то абстрактные вещи, вполне возможно, к нему не имеющие отношения. То есть, условно говоря, аборты, оружие, меньшинство, образование, налоги, там, и так далее, и так далее, у республиканцев и у демократов четко разделенные вещи, да, Обама-кер или не Обама, или не Кер. Вот, у нас просто такого нету, поэтому нам сложно понять, но там вся драматургия строится, что из-за того, что ты начинаешь, чему они, как бы, чем они грозят, да, то, что люди начинают получать информацию, которая им подбирается алгоритмами, то есть, условно говоря, допустим, я немножко расист, я немножко где-то задержался на информации, которая чуть-чуть ближе к расизму, да, значит, и алгоритм думает, какой интересный тут кейс. Возникает и начинает подбрасывать меня, я останусь чуть больше расистом, потом мне еще подрастет, я еще, и даже в конце думаю, господи, боже мой, сейчас выйду, так сказать, с берданкой, со своей, оружие разрешенное, благодаря республиканцам. Вот, значит, поэтому начинает радикализация, если вы напротив считаете, что там черных притесняют, то вам начинают подсказывать и дополнять вас информацию, и каждый человек находится в конструкции, что все остальные, идиоты, потому что, ну, он же читает общую ленту, у него же не специальные ленты, и там везде написано, что черные идиоты, например. Он начинает это обсуждать с товарищами, а тот считает другую ленту, и они друг друга считают дебилами по причине того, что они находятся в разном информационном поле. И это увеличивает радикализацию, и они показывают на графиках буквально, как с начала нуля, ну вот этих десятых, да, 11-12-13 год, у них идет яркая поляризация демократов и республиканцев. Просто вот она видна экспоненциальный рост этого, да, на общем фоне, что бы там могло случиться, там ничего сверхъестественного не происходило. А именно потому, что каждый начинает получать контент, который чем-то его увлек изначально, и, соответственно, он оказывается в коридоре этой информации, в этом туннеле. Значит, поэтому радикализация. Спасибо.